Закончился второй этап кадрового проекта «Новая энергия». 739 участников прошли интервью по компетенциям. Среди них аналитические и инноваторские способности, навыки лидерства и работы в команде, а также экономическое мышление и умение внедрять изменения. В общем, все то, что нужно грамотному управленцу. Но с такими навыками оказалось меньше половины участников. В третий тур прошли 304 претендента. Территории с количеством успешно прошедших второй этап. Город Ставрополь 85 человек, органы власти Ставропольского края 21 человек, Новоалександровский район 24 человека, Иссентуки 17, ну и так далее. Также у нас, как и в ходе первого этапа, была определена десятка лучших участников «Новой энергии» с максимальными результатами. Здесь один человек из Ставрополя и остальные люди, представляющие территории разной из Ставропольского края. На третьем этапе участников ждет одно из главных испытаний – презентация собственного проекта, который должен быть направлен на улучшение экономики, социальной сферы или общественной жизни Ставропольского края. Очень высокие требования предъявляются, и высокие требования и в целом, лидерские, и по отраслевому принципу тоже. Напомню, что у нас защита авторских проектов будет осуществляться по шести направлениям отраслевым. Это социальная сфера, государственное муниципальное управление, аграрный сектор, общественная деятельность и средства массовой информации. «Сейчас необходимый уровень компетенции показали 300 человек. Наибольшее количество победителей второго этапа из Ставрополя – 85 человек». Защита проектов завершится 30 октября. Затем финалистов ждет последний этап, где определят готовность претендентов к замещению государственных должностей. В конце декабря победители примут участие в итоговом форуме, получат удостоверение лауреатов и будут включены в резерв управленческих кадров органов власти нашего края.